Чебоксары Старый глава администрации, новая глава в жизни города. С какими планами приступил к работе сити-менеджер? Сказано, сделано. По многочисленным обращениям жителей улицы Энгельс и Чапай воссоединил тротуар. Одна страна, одна команда. Почему россияне отмечают День народного единства? В столице Чуваши закончился процесс формирования органов местного самоуправления. В единый день голосования, 13 сентября, чебоксарцы выбрали депутатов 6-го созыва городского собрания. 28 сентября народные избранники из своего числа выбрали председателя ЧГСД, главу столицы Чуваши. А завершился процесс с утверждением главы администрации города. Нового сити-менеджера выбрали по конкурсу о том, как это было прямо сейчас. Изначально на должность главы администрации города Чебоксары претендовало три человека. Это экс-сити-менеджер Алексей Ладоков. Он возглавлял столичную администрацию с 2001 года. Олег Белов, директор муниципального бюджетного учреждения управления ЖКХ и благоустройства. И Юрий Шакеев, председатель правления Центра защиты прав потребителей услуг ЖКХ. Конкурсная комиссия по численности превосходила количество кандидатов в несколько раз. Премьер-министр Иван Моторин, руководитель администрации главы республики Юрий Васильев, депутаты госсовета Чебоксарского городского собрания, представители общественности. После собеседования и рассмотрения документов комиссия пришла к выводу рекомендовать на должность сити-менеджера прежнего главу администрации города Алексея Ладокова. Дальше дело за депутатами. Поскольку конкурсная комиссия выявила из трех прецедентов одного, которая посчитала достойным, которая более четко сделала программу развития города и представляет данную кандидатуру на утверждение уже в городском собрании депутатов. Такова процедура. Депутаты явно ждут, что в историю города старая глава впишет новую главу. Алексей Ладоков, который является сити-менеджером с 2011 года, заявил, впереди у гордой республики важные даты, уровень развития столицы Чуаши нужно выводить на новый этап. Но из прежнего курса сворачивать нельзя. Это опять я. Здравствуйте. Уважаемые коллеги, готов работать. Работа администрации города строилась и будет строиться на принципах открытости, прозрачности, публичности. Основные направления, которыми мы занимались и будем заниматься, это создание рабочих мест, это достойная заработная плата, это развитие жилищного строительства, конечно, жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства, это развитие досуга, это социальная транспортная инфраструктура, но и особый акцент нужно сделать на туризм. Кто за то, чтобы главой администрации города Чебоксары назначить Ладокова Алексея Олеговича, прошу голосовать. Кто за? Кто против? Кто воздержался? Решение принято. Итак, абсолютным большинством голосов главой администрации города Чебоксары избирается Ладоков Алексей Олегович. Вновь избранный сити-менеджер сразу же занял свое законное место. Табличку, как и после выборов главы города, менять не придется. Депутаты Чебоксарского городского собрания, конечно, не джины. По три желания каждого избирателя выполнить не могут. Другое дело – коллективное обращение жителей. Русская пословица гласит – обещание выполнением ценится. Депутаты Чебоксарского городского собрания приступили к выполнению предвыборных обещаний. Улица Энгельса и Чапаева разделяет овраг, по обе стороны которого стоят жилые дома, школы, магазины. Каждый раз жителям приходилось делать выборы, типа грязи и сугробом 60 метров, или в обход по асфальтовым тротуарам – это уже 250 метров. Каждый день ходили по оврагу. В дождь особенно было очень трудно ходить. Приходилось ходить по всяким деревяшкам, которые добрые люди ложили. Пока одни добрые люди клали доски, группа инициативных жителей действовала. Летом мы с Валерием Николаевичем Филимоновым, депутатом Государственного совета Чебоксарской республики, обходили микрорайон, встречались во дворах с жителями. И вот один из важнейших вопросов был. Люди прямо умоляли помочь нам хотя бы временный какой-то сделать настил. И мы даже думали в первое время, пока до капитального строительства дела не дошло, обустроить дощатый тротуарчик. Но, учитывая, что пожеланий было от большого количества, мы обратились в администрацию районную, городскую. И вот это вот пример дружной работы администрации города и района, депутатского корпуса. Сейчас осталось только положить асфальт. Строители обещают, к концу недели все будет готово. Раньше ходили вообще. Очень было плохо. Дороги-то не было. Катались только так. Благоустройства не было никакого. А теперь мы очень рады, что вот эту дорогу нам сделали. Я просто бабушка. Приезжаю каждый раз к своим любимым внукам. Вот живу здесь. И 8 лет я проходила здесь по тропиночке. Очень было сложно, трудно. Особенно грязные. Времена, годы у нас разные. А сейчас вот прямо душа радуется. За тротуар жители депутатов поблагодарили и тут же озвучили список новых заданий. Где-то фонари не горят. В одном из киосков фанфурики продают. Без дела народному избраннику в шестом созыве сидеть не придется. Пока мы едины, мы непобедимы. Лозунг, под которым россияне отмечали День народного единства, сейчас актуален так же, как и 400 лет назад. Когда пришлось сплотиться, чтобы отставить свою независимость. О том, что россияне знают о празднике и почему пришли на митинг, в следующем сюжете. Народные гуляния, концерты, праздничные шествия и митинги от Камчатки до Калининграда. В этом году россияне отмечали День народного единства в 11 раз. Вопрос, что празднуем, почему выбрана эта дата, звучит все реже. Новый праздник был утвержден федеральным законом, который Владимир Путин подписал в 2004 году. В первое время жители страны путались, когда День народного единства отмечали в первый раз, опрос показал. Более 30% наших сограждан назвали его Днем согласия и примирения. День народного единства собрались отмечать всего 8% респондентов. Сейчас все больше россиян знают не только название праздника, но и его суть. Это День народного единства, когда Минпожарские объединили народ на ополчение и изгнали поляков из Москвы. Можно собраться все вместе, когда все едины, когда все радостные, веселые. А черной праздник? Хороший, добрый. Освобождение России от смуты, от портия литовских захватчиков. Я думаю, что народ всегда может объединиться, когда такие наступают времена, бывают и сли. Я уверен, что Россия за себя всегда постоит. До Октябрьской революции 4 ноября отмечали как День благодарности Пресвятой Богородице за помощь в освобождении России от поляков. Так постановил царь Алексей Михайлович Романов, сын Михаила Романова, которого на царство не избрал Земский собор после победы над интервентами. Таким образом, День народного единства, праздник не новый. Тем не менее, в нынешнем значении мы отмечаем его с 2005 года. Мне кажется, Россия, нам, россиянам, изначально на генетическом уровне необходимо соединиться. Почему? Потому что нас много. И чуваши, и татары, и мордва там. Много-много национальностей, которые не могут жить, не объединившись. Очень много народов, у всех свои традиции, свои обычаи. И вот в этот день мы еще раз доказываем, что мы одна страна, одна команда. Вместе мы едины и ничего мы не боимся. По всей стране прошли митинги. В столице чуваши его начали с минуты молчания в памяти погибших в страшной авиакатастрофе в Египте. Выздывание близким. Минута молчания. Главный символ сегодня, конечно, российский флаг. Сотни национальностей, языков, культур, одна страна и общая история. В которой было немало моментов, когда выжить и сохранить государственность можно было только объединившись. Ветеранам Великой Отечественной войны мы еще можем сказать спасибо. Лучшая благодарность героям 1612 года и всех последующих войн, когда приходилось защищать целостной страны, благодарная память. Учитывая, что сегодня в мировом сообществе много возникает конфликтов, то тем более мы должны быть более сплощенными. Этот праздник, я думаю, очень правильный. Он очень в ногу со временем идет. И я уверен, что этот праздник уже вжился. И с каждым годом мы видим, что в этом году в два раза, наверное, больше людей пришло его отмечать. Ситуация на Украине и политическая обстановка в мире показывают, как опасно забывать уроки истории. Когда отдельные страны, американцы, отдельные страны Евросоюза предъявляют нам определенные санкции, они хотят дестабилизировать ситуации внутри нашей любимой страны, конечно, мы на это должны реагировать. При соединении Крыма, Севастополя дали другие дополнительные силы, народ стал как одна семья. Российский народ, русский народ, многонациональный. Когда нужно было стоять за нашу страну, стояли, погибали, умирали ради того, чтобы жили наши дети лучше, чем мы сами. И всегда так будет. Мы будем всегда непобедимы. Это была программа «Местное самоуправление». До свидания.